Любимые, всем привет! Вы с Аленой на моем канале, вы на канале Жизнь без невроза. И сегодня мы с вами говорим о такой теме 20 признаков того, что вы в сильнейшем стрессе. А может быть чуть меньше, но именно самые важные. Ощущение стресса бывает совершенно разным. Начиная от покалывания в груди, перепадов настроения, страхов, ощущение ненужности и брошенности, до состояния невозможности пережить погодные условия, невозможности нормально спать, нормально ходить в туалет. Отмечайте, да, нормально ходить в туалет. Дальше. Стресс может казаться как покалывание, покалывание в груди, покалывание в конечностях. Вы плохо спите или наоборот, вы сова. Высокий уровень сахара также сопровождает высокий стресс. И вы постоянно читаете видео о том, как смотрите, читаете, как похудеть, как снизить сахар, как снизить артериальное давление. И это действительно вызывает стресс. Длительный стресс вызывает жир на животе, либо очень сильное похудение, которое похоже на анорексию. Но это не истинная анорексия. Также высокий стресс вызывает воспаление, потерю электролитов. Электролиты важные вещества, которые нужны мозгу для переключения. Подверженность ко всяким различным заболеваниям. Кто-то очихнул, кто-то чуть-чуть что-то задел. И здесь опять же таки болезнь. И вы именно подлавливаете. Аутоиммунные бесконечные заболевания. То щитовидка, то кишечник, то другие состояния. Астма, аллергия, проблемы с пазухами. Это все, вы не думали о том, что это все очень высокий уровень стресса. Вот видели некоторые люди, прям так шмыгают. Это не то, что у них просто заложено. Это часто гистамин, другие проблемы бактериального рода, которые связаны со стрессом. Или, например, женщины. Ранний остеопороз. Да, да, да. И это про также длительный стресс. Кислотный рефлюкс. То есть мне говорят, Алена, у меня постоянный герб, у меня что-то с желудком. Гастриты. Камни в желчном пузыре. Вы думаете, прям все рождены с камнями. Прям все рождены с такой историей. Нет, это очень часто последствия длительного стресса. Вы точно знаете, что стресс бывает двух видов. И он чисто физический и психический, психологический. Но бывает все в связке. О чем мой канал? Вы знаете, он в основе своей про психическое и физическое здоровье. И я могу сказать, что ощущение стресса, оно бывает совершенно разным. И это вот крайние, крайние признаки. Аллергия, астма, кислотный рефлюкс, гастрит. Все то, что я назвала. И это не единичный случай. Люди, которые ко мне обращались, они очень называли разные-разные симптомы. Соответственно, как решить эту проблему? Первый момент – это, конечно, переключить внимание на острые проблемы. То есть, собирать пазлы, играя в шахматы. Если есть острая проблема в жизни, то первое – закрыть ее, если это возможно. Дальше. А обязательно, обязательно, если это стресс длительный, я рекомендую вам проводить время с людьми, которые вас поддерживают. Не которые вас хейтят, не которые вас критикуют, а которые вас поддерживают. Вот даже каналы на ютубе, у многих он есть. У врачей, у психологов, у эндокринологов, у айтишников, у кого угодно. И это тоже стресс, потому что очень многие люди с ненавистью, с завистью, с непониманием, со своими какими-то моментами, с другими знаниями будут вам противоречить. Так же, как и в жизни. Соответственно, здесь вам очень важно иметь внутреннюю опору, опору на себя, иметь окружение, которое вас поддерживает. Это очень важно. Пусть оно не суперинтеллектуальное, не понимает вашей темы, неважно, оно принимает вас таким, какой вы есть. Дальше. Витамин В1. Очень важный витамин, который расходуется при стрессе. Катастрофически важный. И многие психологи об этом забывают сказать, но я говорю. Ешьте продукты с высоким содержанием калия. Почему калий? Когда стресс, еще раз повторяю, расходуются электролиты. Мозгу, сердцу нужен калий. Любая физическая активность поднимает настроение и улучшает работу других органов. Очень прошу перестать смотреть новости и каналы, которые вас раздражают или задевают. Потому что именно это наносит сильнейший дополнительный эмоциональный всплеск и стресс, с которым не все могут справиться. Я еще рекомендую, как начать низкоуглеводную диету с интервальным голоданием. Но это лично мое видение. Не кето-диета, но низкоуглеводная с интервальным голоданием очень хорошо работает с проявлениями длительного стресса. Конечно, это видео носит рекомендательный характер, не отменяет подхода к врачу и так далее и тому подобное. Раз вы уже со мной и спрашиваете мое мнение, я отвечаю вам так, как бы я поступила со своими близкими, с самой собой и со своими клиентами. Поэтому вот все эти астмы, акни, аллергии, тяжести в ногах, одышки, жир на животе, трудности просыпаться рано утром, тревожность, бесконечные кофе-пития, проблемы с пазухами, апноэ, остеопороз, кислотный рефлюкс. Соберите пазух в голове. Когда это складывается? Когда высокий стресс? Когда возникает стресс? Когда высокий сахар? Когда сахар высокий? Да по разным причинам. Или сами подняли, или понервничали. Когда возникают бактериальные нагрузки? Опять же, когда высокий сахар, потому что все бактерии, все вот эти истории с аллергиями растут на высоком сахаре. Дальше, почистив диету, снизив токсическую нагрузку, поработав с головой и с воспалением, вы будете исцелены. Надеюсь, краткое видео было вам полезно, и вы оцените его по заслугам. Пока!